и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео насколько вы уже понимаете из названия мы с вами продолжим анализировать статьи ссылки на которые вы мне присылаете ну что ж начнем с первой статьи вот эта статья которая вышла на азербайджанском информационном портале пашинян армения на пороге кризиса впрочем чему удивляться неужели пашиняна это удивляет почти он сам признавал что в общем-то армения существует с точки зрения экономики вопреки законом они вследствие он их тем более данное положение у армении ухудшается в связи с ухудшением отношений армении и россии что имеет место быть и что видно уже все более и более наглядно многие представители армянских бизнес сообществ стали терять своих кураторов из силовых органов то есть стали терять в общем-то и финансовые притоки дополнительные притоки что конечно же отражается и на экономике самой армении также в общем-то ничем не может обрадовать представительство армянство отношения между президентом путином и премьер-министром армении так как у россии все больше и больше претензий к последнему то есть к премьер-министру армении и к его политике назовем так также ничего хорошего не видно в отношениях между сша и армении наоборот как вы знаете сша стала уменьшать финансовые вливания в армению что тоже конечно же не очень хорошо влияет на экономическое состояние так называемой армянской республики ну а первым ударом конечно же стала в общем-то крайне радикальный отход франции от поддержки армянства и все большим и большим сближение франции именно с азербайджаном поэтому что можно сказать ситуация в армении никак не может хотя бы в связи с тем что я перечислил выглядеть как либо обнадеживающий тем более давайте прибавим к этому списку тот факт когда армянские авиалинии скажем так оказывается имели отношение к продаже оружия и это уже доказано со стороны е.с. то есть отношения с европой тоже будут скажем так ну назовем так удручающими картинка не очень-то радостная у ирана к россии к армении тоже появляются многочисленные вопросы в связи с биолабораториями что тоже не улучшает общую экономическую картину но давайте продолжим данную обрисовку в отношении коронавируса уже не секрет ни для кого что даже министр здравоохранения армении четко указал о том что армения упустила контроль над распространением данной заразы картинка становится совсем черная для будущности армении не так ли поэтому высказывание пашиняна это просто признание и так того о чем знает весь мир армения стоит на грани коллапса полнейшего коллапса обратите внимание пашинян в своем высказывании впервые и четко заявил российская грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное стратегическое значение для нас то есть для армении может быть хотя бы грузии после данного высказывания армянство перестанет иметь какие-либо претензии как в отношении джавахетии так и в отношении приема на государственном уровне так называемых президентов абхазии и осетии также надеюсь что армия перестанет претендовать на грузинские церкви и монастыри к сожалению в отношении азербайджана нам ожидать этого не стоит наоборот армянство еще больше будет иметь претензии теперь к нам в отношении нахчевания и так далее но понятно что мечтать не вредно вредно не мечтать тем более в связи с такой ужасной картинкой которая сейчас возникает в армении переходим к следующей статье в данной статье которая была опубликована в тур проездка точка ру написано список городов которые якобы были основаны армянами крайне интересно на этих территориях всегда жили многочисленные народы которые точно не имели никакого отношения к армянам но тем не менее именно армяне почему-то основали там города это такие города как нахичевань на дону которая была основана в 1779 году это конечно же армавир армянство не могло пройти мимо него но что интересно в данной статье ничего не говорится о том что данный город имел отношение к так называемой великой армении хотя само армянство с пены у рта повсюду кричит о том что армавир являлся никогда столицей северной столицей великой армении здесь же говорится что данный город был образован всего-навсего в 1839 году и не о каком почему-то и не о каком скажем так великой армении и отношение армавира к великой армении здесь не написано и армянство почему-то пропустила это мимо ушей не прокомментировав данное заявление сделанное на российском сайт сайте но мы опускаемся ниже буденовск который был сформу мы скажем так создан в 1799 году и опять-таки никакое отношение к великой армении данный город тоже не имеет хотя как вы знаете армянство с пеной у рта кричит по всему миру о том что в общем-то чуть ли не большая часть юга россии имеет непосредственно отношение к армянству но так пробовали бы они написать на этом сайте о своих претензиях к этим землям мы же переходим к следующей статье аналитик революция в карабахе чревата очередной эскалации конфликта прежде всего давайте остановимся на самой фигуре данного аналитика что я о нем вроде бы не нарадуешься научный сотрудник центра евроатлантической безопасности института международных исследований мгимо сергей маркедонов вроде бы все нормально но сама эта личность маркедонова честно говоря крайне я бы сказал так подобно маятнику он то склоняется в сторону армянства то обращается от армянства вон но при этом он почему-то высказывается в отношении скажем так азербайджанской армии что азербайджанская армия не способна сейчас освободить свои земли что в общем то назовем так военный потенциал Армении и Карабаха равноценен скажем так военному потенциалу Азербайджана а в чем же является равноценность в численности нет а может быть в том что азербайджанские военные которые очень часто стали последнее время выигрывать на международных соревнованиях включая танковые биатлоны тоже нет я уж не говорю про наших спецназовцев которые выиграли у представителей Англии, Америки, Турции и Израиля что тоже имело место быть поэтому ну почему данная фигура заявляет о том что у нас равные силы непонятно крайне непонятно единственное что уравновешивает наши силы это нахождение 102 базы на территории Армении и конечно же участие 102 базы в момент проведения операции докупации 50 на 50 и вот эти 50 процентов которые все еще есть в отношении того что 102 может ступиться на стороне Армении вот эти 50 процентов и сдерживают Азербайджан от начала операции освобождения наших земель больше ничего не численность не качество не знания не военная техника ничего бы не сдержало сдерживать 102 база и надеюсь данный эксперт не посмеет сказать что это не так для того чтобы привести элементарный пример того насколько порядков наша армия находится выше чем армия так называемой Армении пускай данный эксперт осветит то сколько самоубийств происходит в армянской армии простое свидетельство о скажем так силе армии когда военные уверены не так ли в уверенной армии в армии где военный защищен суицида бывает все таки поменьше прошу прощения прошу прощения таково мое мнение но давайте вернемся теперь к его высказыванию в отношении выборов что же меня смущает говоря о чрезвычайной ситуации в Карабахе революционной ситуации в Карабахе данный эксперт конечно же как я сказал имел ввиду поствыборные действия которые могут развернуться на территории Карабаха и которые могут вызвать потенциальную в кавычках угрозу для скажем так условной даже уже для условной независимости так называемого Карабаха о чем это я читая данную статью вы наткнетесь на несколько моментов первое данный политолог указывает что в обоих случаях как если одна из сторон один из кандидатов так называемые президенты Карабаха все-таки станет президентом так и ситуация когда народ скажем так проигнорирует второй тур в обоих этих случаях оба этих случаях приведут так или иначе могут привести к дестабилизации ситуации в так называемом оккупированном Карабахе в так называемые имеется ввиду республики Карабах в кавычках и конечно же в связи с этой ситуацией данный политолог сообщает о том что этим может воспользоваться Азербайджан а также некие силы по идее из Армении тоже не так ли но об этом почему-то здесь практически ничего не сказано в основном говорится об угрозе исходящей из Азербайджана во первых что это за угроза если Азербайджан собирается возвращать свои земли о какой угрозе идет речь вопрос простой не так ли мы же переходим к следующей статье вот эта статья лишение свободы Граира Тавмасяна возможно возможно как итог политического преследования ну что ж в данной статье говорится о том что в Армении есть два узника назовем так в кавычках совести два кровника Пашиняна две жертвы пашиняновской политики это в первую очередь конечно же насколько вы понимаете Кочарян второй президент Армении а также как вы можете прочитать глава конституционного суда Граир Тавмасян вторая жертва но в отношении если Кочаряна я уже тысячу раз говорил и не только я то в отношении Граира Тавмасяна это новая жертва которую избрал Пашинян чисто демократический премьер-министр Армении данное высказывание может вызывать разве что смех учитывая то как он старается затыкать СМИ даже в России не том что уже на территории Армении то как он старается убрать из Армении все силы которые скажем так находятся в несогласии с политикой Пашиняна тем не менее армянство об этом молчит и наоборот с пеной у рта как я люблю говорить аплодируют ему в отношении демократичности свободе слова и так далее о том что Граира Тавмасяна преследует по политической линии заявил прошу прощения экс-министр юстиции так называемой республики Армении Арпине Аванесян вот вы видите эту женщину ну что можно сказать здесь я скажу только одно браво армянской демократии тем более обратите внимание чей патриот находится на заднем фоне данной в кавычках мадам да фотография Сержа Саркисяна того самого который ограбил Армению на миллиарды долларов того самого чьим братом является Сашек 50 процентов и тем не менее как вы можете прочитать экс-министр юстиции РА фотографируется на фоне портрета Сержа Саркисяна ничего не могу добавить мы же переходим к следующей статье создание объединенной Армении становится национальной стратегией армянского народа вот эта статья меня знаете наиболее даже сильно удивила именно удивила что касается удивления потому что некий эксперт по проблемам безопасности обратите внимание Рачья Арзуманьян Рачья честно говоря опять таки больше похоже на нечто грузинское но никак не армянское это так мое мнение о чем же здесь говорит данный Рачья Арзуманьян он говорит о том что Ереван отошел от идеи Мияцума что Ереван старается навязать данное свое мнение отхода от идеи Мияцума в сторону остального армянства интересно а почему армяне проживающие в Армении должны думать и продолжать данную стратегию так называемого Мияцума что получили армяне проживающие в Армении от данной стратегии ну кроме того что они положили жизни своих молодых парней кроме кроме того что они загнали себя в блокаду и на протяжении двадцати пяти лет из-за обмена сумщиков эта блокада продолжается то что они заплатили тем что мимо Армении проходят многочисленные международные проекты форумы и так далее чего добились простые армяне проживающие в Армении что они получили от данного Мияцума что получили армяне которые стали беженцами из-за так называемых Мияцумщиков из Азербайджана вот только две части армянского народа которые точно проиграли также проиграли во многом и представители армянского народа проживающие за границей вкладывая миллиарды как вы понимаете им были обещаны проценты им была обещана райская жизнь но что же они получили они получили нерожденного ребенка под названием Карабахская республика которую никто и не собирается признавать что ж и после этого данный Арзуманьян делает свои оценки о том что все армянство должно продолжать политику миа цума а зачем ответа на данный вопрос нету и не может быть тем более я еще назову пару свидетельств пару фактов пару ужасных моментов которыми платит армянский народ проживающий в Армении на протяжении долгих лет армянский народ простой народ подвергался геноциду со стороны так называемого карабахского клана так зачем же армянскому народу проживающему в Армении платить продолжать платить эту цену я мог бы задать еще некоторые вопросы осветить еще некоторые моменты какой ценой простые армяне платят за так называемый миа цум но боюсь что мне придется говорить знаете железобетонной стеной потому что такие как арзуманяны они потеряли человечность даже не мозг человечность мы же переходим к следующим статье вот эта статья действительно я надеюсь хотя бы некоторым армянам здравомыслящим армянам освободит их мозг в Нагорном Карабахе ввели режим режим ЧС чрезвычайной ситуации из-за коронавируса помните как армяне недавно оскорбляли главу азербайджанцев выходцев из Карабаха беженцев из Карабаха который писал что ему писали письма армяне проживающие в Карабахе и жаловались на ужаснейшую ситуацию в связи с их здравоохранением и в отношении охраны их здоровья в связи с коронавирусом все вы помните ну так вот давайте прочтемте данную статью и вы увидите как уже сами же власти Карабаха признают правоту недавнего заявления азербайджанской стороны давайте почитаем режим чрезвычайной ситуации введен на месяц в непризнанной Нагорно-Карабахской республике из-за коронавируса сообщили в воскресенье в пресс-службе президента в кавычках президента Карабаха Бако Саакяна то есть сам же президент так называемый президент Карабаха заявляет о том что наша сторона была права а ваши врали говоря что в Карабахе нету заболевших коронавирусом но давайте продолжим президент обратился с посланием гражданам республики и сообщил что подписал указ обведений режима чрезвычайной ситуации в кавычках республики Карабах с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защите населения от угрозы пандемии коронавируса говорится в сообщении размещенном на сайте так называемого лидера Карабаха но давайте теперь зачтемте с вами те моменты которые касаются количества заболевших потому что статья не маленькая и меня интересует только факты свидетельствующие о том что коронавирус полностью проник на территорию Армении ну что ж давайте приступим в указе Саакяна говорится что режим ЧС будет действовать с 12 апреля по 12 мая там же отмечается что выявленные в Карабахе случаи коронавируса требуют принятия дополнительных мер в том числе во время проведения второго тура президентских выборов то есть уже выявлены 14 апреля выборы будут по данным пресс-службы Саакяна Саакян провел в воскресенье расширенное заседание межведомственной комиссии координирующей работу по предотвращению распространения нового коронавируса на заседании присутствовали представители законодательного исполнительного и судебных органов по данным властям непризнанной республики в Карабахе выявлено пять случаев коронавируса девять человек изолированы значит пять уже точно заболели хотя как вы знаете власти Карабаха часто скрывали от своих граждан истинное положение вещей достаточно вспомнить так называемую четырехдневную войну на протяжении какого времени армянские власти и власти так называемого Карабаха не заявляли настоящее количество погибших да и не заявляют по сей момент поэтому количество которое огласили власть так называемой власти Карабаха стоит умножить как минимум в десятки раз ну что ж а мы переходим с вами к следующей статье Ким Кардашан обвинили в попытке обогатиться во время пандемии коронавируса а прежде чем мы перейдем непосредственно к анализу данной статьи я хочу сказать что само название статьи мне напомнило тоже не столь давние события связанные с российской теледивой телеведущей вы ее все многие из вас прекрасно знаете это Канделаки которая заявляла периодически то о том что она является представительница армянского народа то грузинского при этом она является очень близкой подругой уж точно представительницы крайне радикального армянства Маргариты Симоньян почему уже мне название данной статьи касательно Ким Кардашан напомнили Канделаки спросят меня мои зрители ну потому что Канделаки так же как и Ким Кардашан не брезговала заработ 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 заработком денег на умирающих на больных коронавирусом она не брезговала зарабатывать деньги в тот момент когда в общем то людям не до праздников страшно страшно когда представители армянства не брезгуют ничем если если говорить о как вы помните она решила продавать дорогостоящие трех копеечные настоящий цена которым три копейки маски спасательные маски с кем она решила запустить серио аромата не до коронавируса и не после него а в момент когда люди умирают интересно насколько же нужно быть мертво сердечной вот так я бы высказался чтобы в такое время запустить данный новый аромат при этом как она заявила 20 процентов месячной прибыли с продажи она пожертвует на еду и продукты для детей в связи с тем что школы закрыты 20 процентов с одного месяца продаж вы посмотрите насколько она глумится уже только этим высказыванием в отношении умирающих и вот что ей отвечали люди люди умирают ким жертвовать только 20 процентов при том что вы миллионеры серьезно людям сейчас не до этого у них нет денег почему бы вам не пожертвовать все вырученные средства больницам а зачем жертвовать лучше зарабатывать и знаете что я еще вспомнил не столь давно на одном из каналов армянских блогеров в момент когда коронавирус вовсю уже распространялся по миру это было пару дней назад если быть точнее проходил прямой эфир на котором уча в котором участвовали сразу несколько представителей армянской благосферы то есть блогеров в котором в данном их разговоре они коснулись конечно же и коронавируса в момент разговора о коронавирусе знаете что меня ужаснуло они стали смеяться шутить в отношении животных и так далее при этом некоторые из тех кто участвовали в том прямом эфире часто любят заявлять о том что они имеют отношение к медицине интересно крайне интересно при этом обратите внимание данный прямой эфир был тут же удален тут же после того как я в своем прямом эфире вот который буквально я начал через несколько минут как прослушал эти хихиканье они именно после моего эфира удалили тот прямой эфир браво 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 ну чему можно удивляться в отношении армянства боюсь что уже ничему удивляться не приходится но для все таки все еще я надеюсь имеющихся в составе армянства нормальных сил я хочу показать вам что же делают азербайджанцы да те самые дикари кого вы любите выставлять дикарями давайте поговорим о нас многие из зрителей прекрасно помнят как один из азербайджанцев купил 44 тысячи масок не продал а отдал жителям города он не подруга симонян он не канделаки он азербайджанец ну так вот недавно еще несколько азербайджанцев провели такую же акцию только в этот раз они закупили продукты вот вы можете прочитать на ставрополе азербайджанцы купили продукты нуждающимся семьям во время пандемии вот вы видите наших азербайджанских ребят они купили продукты для пяти пятидесяти пяти семей в пятигорске организация которая осуществила данную закупку называется азербайджанская национально-куртурная автономия а раз они не стали создавать новые духи новые ароматы не стали продавать маски нет они отдали часть своего это азербайджанцы спасибо что в россии на российских тем не менее в российском интернет портале об этом напечатали я больше чем уверен что со стороны армянства шли проблемы в отношении того чтобы данная статья была опубликована но браво двести пятьдесят человек азербайджанцев которые осуществили данную помощь что же они купили они купили пять тире шесть килограмм картофеля два три килограмма лука три килограмма сахара несколько десятков яиц мука макароны изделия крупы чай подсолнечное масло то есть на на каждую такую семью приходил приходился один вот такой общий набор пять шесть килограмм картофеля два три килограмма лука и так ну я уже все остальное перечислял браво браво при этом навряд ли они спрашивали у семей какой нации те семьи имели отношения они просто оказали помощь учитывая что это пятигорск вполне возможно что среди этих людей были простые армяне простые но давайте пойдемте дальше закончить данное свое видео я бы хотел маленьким видеороликом который длится полторы минуты пушки на каране давайте послушаем что говорил пушкин земля недвижна небо своды творец поддержан и тобой да не падут на суши воды и не подавят нас собой зажег ты солнце во вселенной да светит небо и земле как лен елеем напоенный в лампадном светит хрустале творцу молитесь он могучий он правит ветром зной и день до неба насылает лучи дает земле древесно все он он милосерд он Магомеду открыл сияющий Коран да притечем и мы ко свету и допадется чей туман а пока ранее а ну что ж дорогие друзья на этом я пожалуй закончу свое видео но для того чтобы сейчас никто не удивлялся почему я решил заговорить о вере потому что в такие тяжелые дни Всевышний Бог и проверяет нашу веру церкви церкви и мечети должны оказывать помощь людям и спасибо что они а вместе с ними и мы человечество до конца не утеряли эту способность верить и и спасибо таким поэтом как Пушкин который примерил в себе две веры спасибо на этом все дорогие друзья всем до свидания всем пока всегда ваш Сеидов Кямран до свидания до свидания